ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое прибывшее подразделение подали стволы на охлаждение масла бака. Внутри находится масло трансформаторное и защиту соседнего электротрансформатора и оборудования. Собрали схему боевого развертывания, определили нужное расстояние, заземили стволы. По команде подали воду на охлаждение. Охлаждение было с двух сторон. Одна с тыльной стороны и два ствола работали с этой стороны. Произошла разгерметизация масла бака. Вылилось масло на площади 125 квадратных метров. Там есть обвалование. Часть масла ушла в изоляцию из камней сделана. И маслосборник находится на 400 кубических метров. Но из-за горения, загорелось различное масло по поверхности, было принято решение подать два ствола фурга-5 на тушение масла. Водяные стволы работу прекратили, дабы не мешать пене с водой. Затушили масло трансформаторное и подали водяные стволы дальше на тушение кризации. Так точно. Передавал локализацию кризации на пожаре. При возникновении той или иной нештатной ситуации есть специальная программа, планы работы, привлекаются работы и выполняют работы как оперативные персоналы, так и те сотрудники, которые входят в состав дружин, как пожарные дружины, так и санитарные дружины. Все работы знают, цели у них поставлены, они обучены, тренированы и всегда стараются выполнять работу на отличной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В результате водитель стало плохо, он совершил столкновение с ризуаром, перевозил аммиак. В результате столкновение произошло, динформация цистерны. В случае, через чего пошла течь, на площадке 10 квадратных метров посещения, был поврежден ризуар, откуда истекала серная кислота в обвалывании. При выполнении работ сверху ризуара, пострадавший при ударе упал вниз, потерял сознание. Действия наших сотрудников, прибытие, разведка, осаждение облака, далее создание подушки пенной для ликвидации, химики налаживали бандаж для ликвидации истечения течи из цистерны, деблокировали водителя пострадавшего, передавали в бригаде скорой помощи. Далее сотрудники РОСНО проводили специальные мероприятия по извлечению пострадавшего с ризуара с помощью треноги и с помощью химинского снаряжения они спускали его на землю, передали бригаду скорой помощи. Традиционно спасатели отрабатывают не только теоретические навыки, но и практические навыки по ликвидации чрезвычайной ситуации. И понятно, в первую очередь мы выбираем те объекты, которые стратегически важны, это объекты жизнеобеспечения, взрыво-пожароопасные объекты, так и сегодня. На предприятии отработаны три водные по ликвидации аварии и, соответственно, по спасению людей. Такие тренировки и учения проводятся ежемесячно, в зависимости от важности и, соответственно, от плановости. Они бывают у нас либо показные, либо внезапные, почему для нас очень важно, в том числе действие персонала объекта по ликвидации до прибытия аварийно-спасательных подразделений. Сегодня задействованы у нас 16 единиц аварийно-спасательной техники Министерства по чрезвычайным ситуациям, 91 человек личного состава, также 20 человек от предприятия, это добровольная пожарная дружина и, соответственно, санитарная дружина, которая участвовала по спасению людей.